Ку-ку, с вами Антикэп и сейчас вам расскажу о фильме Кэрол. Ну Кэрол это имя героини Кейт Бланшетт, которую на большом экране я вижу не часто. Собственно это была одна из причин, почему я решил посмотреть этот фильм. Вторая же причина это Руни Мара, которая мне хорошо запомнилась по отличному фильму Девушка с татуировкой дракона с Дэниелом Крейгом. В общем думаю почему бы и не глянуть на этот тандем. Первое что я заметил, что в фильме очень разнообразная и завораживающая музыка. Первое время ты вообще не понимаешь о чем этот фильм. Грубо говоря следишь за действием на экране. Как переданная эпоха, как красивые машины колесят, что там происходит с главной героиней. Но вот где-то с 30 минуты ты уже начинаешь догадываться к чему все идет. В игре актеров придраться не к чему, здесь все молодцы. Кейт вообще какая-то магическая барышня, она еще со времен Галадриэля торкала не по-детски. Что-то есть в ее взгляде. Ну и в итоге мы видим нелегкую судьбу специфических отношений. Безусловно она не такая отвратительная как в фильме Девушка из Дании. Может потому что здесь девчонки. Тем не менее это любовная трагедия, далекая от нашего времени и нашего понимания. Кстати, если вы представительница нетрадиционной сексуальной ориентации, смело пишите в комментариях под видео, обсудим этот фильм. В фильме очень примечательная игра глазами. Эти взгляды порой красноречивее всяких слов. Движение, касание, пластика, это все работает на создание атмосферы, на передачу эмоций и чувств. И это работает. Отношения между этими женщинами переданы очень изысканно, будоражаще и эпатажно. Ну в общем кино для любителей нетрадиционного сюжета. История не простая. Здесь есть на что посмотреть, есть чему посопереживать. Может какие-то вещи даже чему-то научат. Смотреть можно, но не забывайте о чем именно этот фильм. Не ждите от него ничего другого. Спасибо за внимание, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok